Дорогие друзья! Мы встречаемся с вами в канун главного государственного праздника Дня Независимости. 3 июля для нас дата свята, хотя символично, потому что 3 июля освободили Минск и с этого дня начался отсчет 80 лет мирной жизни нашей Беларуси. В огне Великой Отечественной войны республика потеряла каждого третьего, может быть и больше. Но мы не встали на колени перед врагом, мы боролись и победили. 80 лет назад уцелевшие мирные жители Минска с ликованием встречали советские танки. Операция «Багратион» еще не была закончена и бойцы Красной Армии, как я уже сказал, отправлялись на Запад, чтобы окончательно уничтожить врага на нашей территории, освободить территорию Беларуси и дойти до Берлина. Впереди их ждали долгие месяцы войны. Почти год. Но уже очевидно, победа будет за нами. В Минске проходит парад белорусских партизан. Я бы даже сказал, это не совсем точное определение. Беларусь не только республика партизанкой был парад партизан, это был парад нашего движения сопротивления. Это не только партизаны, это подпольщики, это многие-многие имена людей, которых мы, к сожалению, потеряли отдельных. И в то время началась огромная работа по восстановлению нашей столицы, нашей страны, освобожденной части. Я убежден, в те июльские дни 44-го, в самых светлых своих мечтах, люди видели уже Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас. Независимой, красивой, а главное, мирной. Поэтому в такие дни, как сегодня, мы вместе еще раз вспоминаем нашу героическую историю, кланяемся памяти павших и чувствуем тех, кто и сейчас отдает свои таланты и умения во славу Родины. Как всегда, среди награжденных немало людей в погонах. Это представители вооруженных сил, органов государственной безопасности, внутренних дел, пограничные службы, которые с оружием в руках защищают мир и покой Беларуси. Мы видели это в 20-м году. Силовики, как настоящие атланты, держат на своих плечах чистое небо нашей страны. И обязательно удержат. Впрочем, с полной самоотдачей, фактически по законам военного времени, сейчас должны трудиться и представители гражданских профессий. Такую работу годами демонстрируют приглашенные сегодня во Дворец независимости. Среди вас большая группа авторитетных управленцев, посвятивших себя непростой государственной службе, обеспечению конституционной законности и народовласти. Руководители крупных предприятий и целых отраслей экономики. Я рад, что здесь присутствуют работники сфер науки и образования. Преподаватели, ученые, изобретатели, учителя, воспитавшие победителей Олимпиад. Вы вносите огромный вклад в будущее страны, интеллектуальное и технологическое будущее. Среди награжденных есть и те, кто работает на земле и под землей. Аграрии, шахтеры, строители, транспортники. И за каждым приехавшим сюда стоит большой и дружный коллектив. Самые теплые слова адресую тем, кто занимается социальной и общественной работой, заботится о стариках, особенно переживших войну. Дорогие друзья, в этот праздничный день хочу сказать, что вы достойные продолжатели дела тех, кто 80 лет назад отстоял нашу свободу и независимость. А затем, преодолев разруху, выполнял планы пятилетки за 4 года. После обретения суверенитета мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории. Яркие, счастливые, но и обязательно мирные. Потому что никуда не денешься, как я говорил, время выбрало нас. От всего сердца поздравляю вас с наступающим днём независимости. Пусть этот праздник и сегодняшняя церемония станут для вас и всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам. Мне приятно сегодня выполнить свою конституционную обязанность и вручить вам государственные награды. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас с этими высокими наградами. Поздравляю и немного завидую, потому что у меня наград нет. Вы награждены некоторые не единожды. Есть у нас время для того, чтобы совершить очередные наши подвиги. И трудовые, и военные, но желательно в мирное время. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы в Беларуси был мир и спокойствие. Вот два человека основные, крайними мы вручали им награды. Это те люди, от которых сегодня зависит наша безопасность. Те руководители тех подразделений, это генеральный штаб и наше северо-западное направление. Вы многое делали для того, чтобы построить нашу страну. Мы вместе с вами прошли этот тяжелейший путь. Мы это сделали. Поэтому сделаем и то, что мы должны сделать, особенно привести к власти, к руководству в стране новых молодых людей, которые продолжат те дела, которые мы нашли. Поэтому позвольте поднять этот немужской бокал, традиционно, протокольно, за всех вас, за ваши награды. Спасибо вам, с праздником вам, с независимости. Очень буду рад, если в этом зале я встречусь с вами и вручу очередные государственные награды. С праздником!